Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Иногда кризис становится настоящим стимулом для внедрения в жизнь по-настоящему гениальных идей, правда, чаще все же со стороны мошенников. Как сообщает Лента.ру, в Москве задержаны два уроженца Африки, продававшие волшебное вещество, якобы способные превращать бумагу в стодолларовые купюры. В ходе общения подозреваемые разыгрывали целый спектакль. В присутствии потерпевших они обрабатывали один лист химическим раствором и предлагали проверить подлинность денежной купюры, которую к этому моменту успевали незаметно подменить на настоящую. С другой стороны, чем в данном случае лучше, например, методы российского правительства, чего стоят одни только выводы Владимира Владимировича о полезности ослабления российского рубля для экономики страны. Инфопресс Между тем, Роскомнадзор сможет проверять данные о переписке пользователей без предупреждения. Информация о новых правах Роскомнадзора содержится в проекте административного регламента исполнения ведомством функции по контролю за деятельностью организаторов распространения информации в интернете, сообщает известие. Документ создан в связи с вступившим в силу законом, обязывающим компании хранить данные на серверах на территории России в течение полугода. Проверки ведомство будет осуществлять внезапно. В большинстве случаев оно обязано предупредить компанию за 24 часа, но в исключительных случаях проверки могут осуществляться без предупреждений. И это, стоит отметить, происходит в той стране, которая гордилась, что приютила Сноудена. Главное, как пелось в песне, не надо стесняться. Следует этому правилу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщает РБК, политик Алексей Навальный утверждает, что он отдыхает с супругой Татьяной Навкой на яхте, аренда которой стоит 26 миллионов рублей в неделю, или три годовых зарплаты кремлевского пресс-секретаря. В понедельник Песков в беседе с РБК проверк эту информацию, однако позиционер привел убедительную информацию, согласно которой Песков с женой, детьми и друзьями проводят медовый месяц именно на яхте. В частности, пишет он, судя по геотегам, в инстаграме дочери Пескова. Она в последнее время находилась в местах, совпадающих с маршрутом судна. Кроме того, с фотографии в инстаграме дочери Навки исчез геотег, указывавший, что она находится в Сардинии. И такими темпами пресс-секретарю Пескову скоро понадобится свой пресс-секретарь. Инфопресс Самая значимая жалоба сегодня при проверке справительной колонии номер 18 – очень высокие цены в магазине, пишет в своем твиттере правозащитник Михаил Плюснин. Хотя это, наверное, самая значимая жалоба теперь в России в целом. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok